Мы на месте. Мы приветствуем Рудольфа. Интересуемся готовлю он к диагностике и чистке. Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Он кивает. Хорошо. Посмотри визуально, что мешает сканированию. Он полностью стоит в голограмме, она как еще одно тонкое тело в нем и в ней она как ртутным цветом, но его не видно, он в разных местах просвечивает. То в одном, то в другом эта ртуть выходит. Хорошо. Скеннер разрежет эту голограмму полностью, подсвечивает все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы, все, что находится в биополе, связанное с этой конструкцией, с этой голограммой, выходит. Скеннер это выводит полностью до ста процентов. Пошел процесс. Это тяжелые ртутные какие-то пары, которых ему трудно. Ну, это от этого, от этих энергий. Они как я-то. Да, конечно. Я знаю и ты знаешь, от кого это. Вышла голограмма. Отправляю ее в клетку-тюрьму. Посмотри еще, что мешает. В ногах есть у него подключик красный цвет. Хорошо. Силой моего намерения вывожу эти подключки. Они формируются в шар, отправляя в клетку-тюрьму. Есть. Ничего не мешает больше? Ничего не мешает. Даю команду на счет 3. Скеннер сканирует пространство над головой Рудольфа под ногами 360 градусов вокруг него. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки воздействия энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложниками. Один, два, три. Скеннер сканирует все семь тонких тел Рудольфа, находит все. Выстраивая от голограммы и этого шара с красной энергией, каналы к ответственным притягиваю в клетку-тюрьму. Стоят в клетке-тюрьме мои заложники. Она здесь гуманоид. Гуманоид. И здесь бес. Какой бес? Восьмерка. Откуда это гуманоид? Серьезно. И что ты делаешь здесь, в этом биополе? Что это за голограммы, которые ты установил? Пока не поздно, обмениваемся энергиями. У тебя просил оба? Заменяем биоробот. На что заменяете? Наши энергии в обмен на биоматериалы. Хорошо. Скеннер, дай мне полноту души Рудольфа на настоящий момент. Восемьдесят восемь. И дай мне полноту души его биоматериала на настоящий момент. Восемьдесят два. Хорошо. Ты что-то отправлял уже из этих двенадцати процентов? Он не отправлял ничего. Он показывает на голограмму, которая частично заменена. Заменила его? Как долго ты находишься? Здесь энергии вот эти ртутные и биоматериалы в разных местах. Она как неполный пазл. Где-то еще другие энергии, а где-то уже биоматериал стоит. Все понятно. Сколько ты присуствуешь в этом биополе? Десять месяцев. Десять месяцев. Хорошо. Начинаем работать. Начинаем с реверса энергии. Даю команду тонкой копии Рудольфа, Спрейцера. Все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Выстраиваются также каналы к конструкции гуманоида и мешку демона. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогены, низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ, пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Рудольфу. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. Помогаю Рудольфу моей энергией выдавить это все до 100%. Пошел процесс, у него сейчас мало энергии. Что идет и кому? Ну вот к этому нижнему он показывает, боль возвращается. И у него в ногах было то, что вывели под ключку, это такая, как в виде восьмерки. Я не знаю, веревка или что это, он такой красный в виде восьмерки формой. Ну да, но он не совсем их стянул, они так расширены. И он собирает туда, то есть из ног у него физические энергии все вытягивает. И ночью, или не ночью, но когда тело отдыхает и лежит, он садится на него. И смотрит ему в лицо, он давит ему на грудную клетку. Или днем, да, когда отдыхает физическое тело, он садится на него и давит на грудную клетку. Смотрит ему в лицо. Бес. Да, он как выдавливает из него. Я уже понял, что я увидел, он давит на грудную клетку, что эта боль у него не хватает, кислорода, соответственно. Но без. Хорошо, ждем окончания реверса. Готово. А к гуманоиду что-что? Шло больше конструкции и возвращались вот эти энергии. Ртутные. И яд. И яд его. Понятно. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Рудольф забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитили, все, что у него изъяли, до последней капли возвращает Рудольф себе обратно. Он хозяин своих энергий возвращает все свое себе обратно. Усилие потоки в 50 раз. Забираем из этой голограммы частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что на частоте Рудольфа находится мощным потоком, пошло назад. Забираем все свое себе по праву. От кого что идет? Мера. Идет от конструкции гуманоида возвращаются энергии по чакрам. Здесь поток такой, он искристый. Все энергии возвращаются. От беса. От беса идет красная физическая чистая энергия назад. Сила идет. Вот один воровал силу, второй отравлял и забирал душу и биоматериал. Хорошо, ждем окончания. Готово. Сканер, дай мне полноту души Рудольфа на настоящий момент. 100. И полноту биоматериала. 100. Отлично. Хорошо, идем дальше. Начинаем с вытаскивания, что осталось? Бес. Что еще на твоей чистоте, что я не вытащил? На ладошках есть подключки. Выходи, снимай. Лярва есть в биополе? Есть. Где? Здесь сердце, сердечная область. Хочешь забрать ее? Переживание это накопленное. Хочешь? Тогда снимай, что осталось. Я дам тебе отдельную команду. Он снял с рук. Разрешаю тебе забрать эту лярву. Еще лярва есть где-то? Затемнение есть. Где? Сзади спина. Забираю затемнение. Лярва и затемнение. Забираю, возвращаюсь назад. Готово. Сканер, просканируй сейчас Рудольфа на чистоте гуманоида и его голограммы. Не осталось ли что-то, что мы еще не вытащили? Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Рудольфа с гуманоидом, его голограммой, бесом и его шаром энергии. Пошла рассинхронизация, заканчивается автоматически. Готово. Включаем внутренний белосвет Рудольфу. Этим светом он выдавливает из себя все негативное патогенное низкоабрационное чужеродное, находящееся в его биополе. Остаточная энергия от интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ним шар. Да, и шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним он уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отстегнует все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо. Первый раз бес я отпускаю. Ты больше к этому человеку никогда не подойдешь. Тебе это понятно? Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. И он уходит на свою чистоту, закрывая, печатаю, растворяю. Под его красными энергиями открывается воронка в галактическое ядро. Все уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Ли на связи. Ли. У меня здесь гуманоид Сириуса. 10 месяцев сидел. Человек болен сильно. 12% души мы вернули, 18% биоматериалу. Забираем под ключики уничтожать. Благодарю. Под голограммой гуманоида артефактами открывается воронка в галактическое ядро. И все уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Выходит эмоциональный фантом Рудольфа. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоэборационные эмоциональные энергии. Злость им же сгенерированная проецируется на его эмоциональном фантоме. И фантом выходит. У него фантом, он как пробитый, опустошенный. И тут же есть и серость, как от светлого к тем, от пустого вернее, к темным эмоциям. Понятно. Спрашиваем Рудольфа. Готов ли он избавиться от этих энергий? Готово. Сворачиваем энергии в шар. Открывая воронку в галактическое ядро под ним, уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Поехали по частотам. Переходим на чистоту магическое воздействие. Для таковой силе было проявляется. Чисто. Переходим на чистоту неупокойной бесплотной души. Душа есть. Душа выходит, идет в клетку. Душа. Снимаются маски и голограммы. Неупокойная душа пристает согласно своему эфирному коду ДНК. Представься, как тебе обращаться. Приветствую, мое имя Паула. Паула. Паула, как долго ты находишься в этом биополе и почему пришла? Пять дней. Цель? Цель – выход. Ты получила информацию, что мы открываем порталы. Правильно я тебя понимаю? Я увидела энергии, что через него я смогу выйти. Так и есть. Хорошо, у меня к тебе еще несколько вопросов будет. Скажи, пожалуйста, в каком возрасте ты закончила земное воплощение и как давно это было? Восемь месяцев назад. Закончила воплощение пожилого в возрасте. Пожилого? В 98 лет. Хорошо, Паула. Вопросов у меня больше нет. Если ты готова, я сейчас буду открывать тебе светлый портал в Чистилище. Я тут много. Отлично. Открывается светлый портал в Чистилище. Один, два, три. Паула видит этот портал. Она идет в этот портал. Ее куратор встречает. Все, кто ее знает по ту сторону, встречает Паулу. Мы желаем ей всего хорошего в новой жизни. Встречает ее? Да. Встречает. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Переходим на Чистоту Беспад до Числовозначения 600 Гц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Есть. Хорошо. Скеннер, включи сейчас медицинскую программу. Просканируй Рудольфа на онкологию, на больные клетки. Пошел процесс. Локализируй это все. Сжигай на месте или выводи и формируй в шар. Но он выводит это в шар. И здесь информация идет, что ему нужно фантомы органов поменять. Легкие печени. Хорошо. Значит, тогда возьмем его сейчас после этого в ванну. Или здесь поменять так? Здесь шар вышел. Хорошо. Выходят фантомы, больные фантомы легких. Один, два, три. И больные фантомы печени. Все летит в этот шар. А здесь из живота еще выходит. Из живота все выходит, все летит туда. Готово. Появляются новые полностью энергетически заряженные фантомы на легкие и на печень. И то место, где из живота выходило. Фантомы синхронизируются, гармонизируются с органами и тонкими телами. Готово. Мы еще можем сделать что-то по этой теме? Здесь должны эти фантомы органов синхронизироваться на физическом теле. Это, конечно, будет полезно, если он будет визуализировать здоровые органы. Если он сможет визуализировать здоровую печень, здоровые легкие. Если он может себе это просто представлять иным языком и вкладывать в это свою энергию. И верить, самое главное, верить в это. Потому что без его веры мы не сможем продвинуться. Это блокада, он блокирует тогда все наши действия. Ему надо просто представлять, что он здоровым становится. И все его органы выздоравливают. Именно это я хотел сказать, скорее всего, куратор. Хорошо. Он показывает, что он дышит полный, легкий воздух он убирает. И ему не больно. Это сейчас. Хорошо, Рудольф. Я хотел спросить. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Он себя сильным чувствует. Вот. Как в молодости. Отлично. Значит, у вас будет и желание. Он хочет сказать всем, что главное в жизни – это здоровье. Берегите здоровье. Все эти эмоции, которые мы проносим через жизнь, обиды, всплески, ругания, они ничего не значат по сравнению с здоровьем. Все это мелочь. Благодарим вас за эту информацию. Хорошо. Будем возвращать вас назад. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Рудольфа в его систему биоробот-душа. Заводим. Подключаем к каждому органу клеточки и звеленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. И проходит синхронизация новых здоровых фантомов с его биороботом. Пошла синхронизация и гармонизация. Пошел обмен энергии. Он будет спать и во сне будут синхронизироваться здоровые фантомы. Отлично. Готово. Отключаемся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон» Пошел подогнал «Симон»